вот полтретьего пошел процесс погрузки но часам к 6 загрузимся такие большие полеты тут принципе грузить то быстро загрузится все в общем вот три полета поставили сказали следующее остальное через час короче как-то так еще мы тут допоздна сегодня но зато легкий груз будет совсем совсем пустые пойдем по весу в рации время 5 часов вечера уже вот как загрузили нам эти три полета так они стоят не знаю все и больше никакого движения завел на полчасика немножко погонять а то ноутбук все эти дела короче то у меня на спальнике рабочий бардак тут рабочей форме нахожусь тут видите подарки приезжал дмитрий санкт-петербурга привет дима еще раз тебе привез тут вкусности всяких тортики от мамы большое вам спасибо его мама знает меня смотрит и папа тоже сегодня у нас 10 декабря декабря не знаю когда видео выйдет 12 декабря папе 60 лет искренние поздравления здоровья 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 еще раз здоровья все остальное есть поэтому и вот что хотел показать дима ну вот это вот деньги я правда вот если честно но память дырявая уже забыл вот это 100 рублевая купюра на настоящее все выпущено кстати тут на на билет банка россии ну здесь год не указан выпуска короче я честно сказать забыл как к чему приручен выпуск вот этой купюра вот это 100 рублевая купюра этого к чемпионату мира в восемнадцатом году тоже смотрите какая красота как бы вы когда-нибудь видели такую я лично вижу первый раз какая прелесть спасибо дима вот мы как состоим-то но я так и предполагал стоим здесь прямо вот центр вот совсем недалеко но оторваться нет возможности поехать куда-то потому что тут как грузится надо себя знал что они меня грузить не будут вот так бы если в часу бы загрузили вот тем более разрешили здесь постоять до утра завтра утром нам надо быть в скане шушарах стекло менять разрешили здесь до утра постоять сейчас бы загрузили то можно было скататься до центра рукой подать но вы сами видите когда нас на загрузить не знаю а документы уже привезли все и цмр и таможены и двойцы все 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 уже на руках то есть вся проблема только в загрузке обычно ждешь документы здесь наоборот токи есть груза нет цепи токи есть поехали там три полета стоит такие вот дела вариантов нет будем ждать там-то 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 там уровень полон до высоты транспортное положение поставил да не удивляйтесь видите мы расцепились время 10 вечера вот это все что нам пока загрузили один борт сказали загружать будут завтра сейчас до 11 там еще пакуют вот так что нам надо что нам надо чтоб дом построить опустим борт по моему тут еще наверх что-то будут загружать вот и сдвинем шторку почему мы оставляем прицеп его завтра будут день загружать подмерзла малость тянуться не хочет борта я закрывать не буду здесь все под камерой все под охраной территория предприятия вот завтра они ее сами сдвинут и будут его грузить а мы поедем на сканин вот выключить надо расцеплялся лампочку включал а мы поедем на сканин менять лобовое стекло завтра на 8 утра так все покатили потому что если если мы останемся завтра ждать пока все это дело тут загрузится пока мы приедем туда на сканию завтра нам так-то нам обещали утром нас возьмут стекло менять вечером нам его поставят и отдадут отдадут машину здесь уже все договорено что мы приедем машину мы подцепимся уже будет все загружено приедем увяжемся отцепимся увяжемся я поехал это самое и можно будет даже в принципе идеи выдвигаться мы посмотрим вот а если то есть оставаться уже полностью пока загрузимся мы завтра не до обеда я думаю а то и больше ну смотрите только один борт загрузили я думаю за трассе но это все затянется с этой загрузкой короче раньше чем в субботу там к вечеру мы со скани опять не уедем а это очень много я не знаю куда тут ехать часто в принципе можно ехать и под знаки грузовым запрещенном аж тягачом в общем едем скани шары завтра 8 утра отдаем машину на замену лобового стекла другого варианта как-то ускорить этот процесс нет вы ли думали что ведь за день загрузят нифига документы главное что все уже на руках мы уже за того жены все без проблем то есть только в принципе садись и есть и не можем 20 километров отсюда за шушар таскани но это по прямой говорю сейчас нам-то сейчас запросто можно под знак грузовой запрещено тягачом уже ехать никаких вопросов мы же без прицепа как на легковой практически с трамваем бы вписаться он такой негабаритный у нас остановка трамвайная ждем двери закроет можно ехать сейчас по идее мы там вот и выедем по этому по витебскому проспекту когда сюда хотели под знаки там зашустрить вот сейчас мы сюда налево пойдем так то мы приехали оттуда как бы по кругу а мы сейчас налево сюда под знак грузовым запрещено кстати под этим как он под светофором так 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 зато тут я смотрю грузовиков тут хватает сейчас посмотрим что здесь так как выезд если что так мы здесь потом и выедем под знак потом уже с прицепом когда будем выезжать под знак потом уже с прицепом когда будем выезжать это езда тут я смотрю грузовики с правой стороны полуприцепом обгоняет я говорю тут в питере тут так за будут на знаке никто не смотрит в личном у меня такое мнение сложилось Может быть я ошибаюсь, может конечно и наказывают, но у меня впечатление, что тут как-то так, сквозь пальцы на все это дело Прокатимся по ночному в Санкт-Петербургу, не самый центр, но около него Что тут с высотой? Вот, здесь уже по высоте не проедешь, 3,8 высота Тягачом-то я пролажу в легкую, а с прицепом уже по идее сюда не поедешь Хотя вот, ну тут наверное эти 3,8 с запасом, потому что вы видите грузовикам направо-налево Вот, а прямо грузовикам запрещено 8 тонн, а мы прямо едем Нарушаем? Нет, тягачом-то нет Хотя может и тягачом нарушаем Готовьтесь к правому повороту через 800 метров Ой, это когда мы в зданию приехали, да, которая? Симпатичное такое Точно Еще куда-то так Какое-то интересное, какой-то центр Прикатили Ооо Куда нас занесло Не, ну однозначно здесь с полуприцепом здесь нам дело течку Используйте второй поворот направо Только тягачом Нет, с полуприцепом, конечно, слишком нагло сюда ехать уже Ну вот Совсем нагло Сама короткая дорога Готовьтесь через 750 метров держаться правее Еще куда-то сейчас так приедем Какое-то место интересное А что здесь уже Здесь уже, по-моему, кто-то приехал Ага Что-то на встречке стоит на нашей полосе И как Что ж вам тут Дороги-то стало мало Ох, хорошо Размолотились Морды нету Я так понимаю Этот оттуда вылез Ему на встречу Который по центру ехал Пытался уйти И на нашу сторону ушел Краснопутиловская улица И сейчас там туда Нам сейчас правее Да? Через 100 метров держитесь правее Хорошо Тут вообще туннель даже какой-то Ух ты Готовьтесь через 250 метров Плавно повернуть направо Какое мы красивое кольцо приехали Ух ты Через 100 метров плавно поверните направо Плавно поверните направо Да Красиво здесь Смотрите какая тут площадь Площадь Победы О как Так Нам сейчас съезжать или дальше Ему не нам дальше Да Вот сейчас мы съезжаем Москва указаться Круто Нежданно-негадно Побывали на площади Победы Пройдите 12 километров Санкт-Петербурге Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Затем на следующем повороте поверните налево. Так, стрелки здесь нету, да, но в самом случае я ее не вижу. Так, тогда ждем, потому что тут летят, летят. На следующем повороте поверните налево. Ну вот она. Я ее не знаю. Сейчас мы... Вот здесь вот и станем. Тут это нас, наверное, не запустят. Вот здесь сейчас и припаркуемся. Вот и все. Дай бог с ним. Стоим здесь нормально. Или вот сюда вот нам, может, загнать надо было. А сюда, наверное, с полуприцепом приезжаешь. Да? Кого тут любил? Шашлык есть. То, что хотите. Все, ждем утра. И с утра начинаем дальше заниматься делами. И с утра. И с утра. И с утра. И с утра. Удра. Бывает. Продолжение следует...